Строительство технопарка Кванториум на месте бывшего дворца пионеров идет полным ходом. Детский технопарк – это федеральный проект дополнительного образования инженерно-технического и естественно-научного направления. В Кванториуме дети от 10 лет будут обучаться навыкам инженерных специальностей на современном оборудовании под руководством педагогов-практиков. В программу обучения входят не только инженерные умения, но и навыки критического мышления, лидерства, работы в команде, тайм-менеджмента и многое другое. От сложных кадровых решений администрация Владивостока перешла к делу. Проинспектировать работы по обновлению детского центра приехал глава города Олег Гуменюк. Директор дворца перечислила фронт работ. На объекте закончены работы по фасаду, он уже выкрашен, уже есть вывеска. Закончены работы по мягкой кровли, заканчиваются работы по жесткой кровле и монтажу зенитного фонаря. Проводятся внутренние отделочные работы, устанавливается система вентиляционного оборудования, она тоже ее монтаж подходит к завершению. Особенно активными темпами строители прокладывают электропроводку и канализацию. Реставрация ЦДТ и реформирование его в Кванториум началось еще летом. У Олега Гуменюка осталось немало вопросов к подрядчикам. Получается, в конце октября он будет готов для уже, где когда у нас придет оборудование. Оборудование, у них срок поставки в эту субботу, это края поставляет, не знаю, насколько там поставят. И мы его получаем, и будет монтаж этого оборудования. Монтаж оборудования. Получается, где-то после октября монтаж оборудования моем, чистим и открываемся, как мы и планировали. Стоит отметить, что такой масштабный капремонт впервые проходит в бывшем доме пионеров. В начале лета строители демонтировали большую часть старых конструкций, отделки и фасада. Сейчас, уверена дирекция будущего технопарка, осталось дело за малым. К слову, персонал тоже подобрали заблаговременно. Строительный мусор и осколки прошлого дома пионеров вывозят ежедневно. К концу октября, началу ноября, уверены в мэрии, Квантуриум откроет свои двери для детей всех возрастов, которые хотят воплощать в жизнь свои мечты и развиваться. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.